Доктор Гастроэнтеролог Наталья Донцу На неделе Рыбницкая больница отметила юбилей. Столетие со дня основания. От 10 коек в небольшом частном доме до больницы районного значения. При центральной районной больнице и поликлинике, и ФАПы, и амбулатории. Об истории, настоящем и будущем далее в фильме «Век Рыбницкой больницы». Рыбницкая больница на часах 10 утра. Начинаем? Начинаем. Вперед. Нуццо Юрьевич, врач, к которому едут в Рыбницу со всего Приднестровья и Молдовы, начинает срочную операцию. Пациент в сознании. Анестезия местная. Полчаса, все готово. Больного везут сначала в реанимацию, потом перевозят в обычную палату. Уже полегчалось. Корона, наверное, на Магистане. Как вообще сама операция прошла? Ну, извините, без всяких болей. Сознание, я вообще все помню. Установить больному диагноз и назначить правильное лечение. Вот забота наша. Как всегда. Операций не стало меньше. Операции мы примерно где-то в год, разных год на год. 340-350, бывает 370. Анна Сердунь приехала в Рыбницу из Рашкова. Это Каменский район. Еще весной в почках нашли камни. Поступила по второму кругу. Был ночью приступ. Поступила как бы по направлению с Каменки сюда. Потому что у нас с Каменки нету. Урологический врач. За три дня боли экупировали, приступов нету. Все хорошо. Нуццо Юрьевич работает в Рыбницкой ЦРБ уже полвека. А самой больнице в этом году 100 лет. Рыбница. Больницу здесь открыли 7 ноября 1923-го. Вот документ из архива. 7-го сего ноября открыта и начала функционировать Рыбницкая больница на 10 коек. Находилась в нижней части города. Этот дом взяли под больницу. Это просто был обычный жилой дом. Заведующим больницы был врач Липкарт Кирилл Владимирович. Там был в состав больницы одна санитарка, один фельдшер. Тогда был это самый ездовой. Потому что единственный вид транспорта был гужевой. Двухколесная такая тачка, на которую врач ходил на вызова. Рыбница росла. Тогда в 30-м году построили новую двухэтажную больницу в центре города. Рядом Днестр. 175 коек. При том, что было самое большое отделение хирургическое, 40 коек. Даже был открыт рентген-кабинет. Это была районная больница. Потом великое отечественное здание больницы во время оккупации сожгли. Весной 44-го после освобождения восстановили. И опять проблема места мало. В 62-м в верхней части города открыли новую больницу на полтысячи коек. Строили всем районом. И деревья садили. И корпуса строили. Главные врачи и все сотрудники не считались со временем. Переодевались, шли и стены ставили. А мы убирали после них для того, чтобы сделать. И тот корпус, где неврология, и тот корпус, который детская поликлиника. Все построено гуртом. Нашими силами медработников. В старом здании у Днестра сделали туб-диспансер. А в 67-м его затопило. Было сильное наводнение. Уровень воды был. Вот мы на лодках оборудования сурологического отделения. Там внизу было урологическое. Мы ее на лодках заходили в отделение через окна второго этажа. Вытаскивали, грузили на лодках, на катерях. Здание рассыпалось от сырости и его снесли. В новой больнице, которая в центре Рыбницы и по сей день, многое приходилось начинать с нуля. Ольга Полянская окончила Одесский мединститут. Приехала в Рыбницу работать педиатром. Работали тяжело. Вы знаете, раньше интернатуры не было. Мы прямо с студенческой семьей сразу брались. Это книга была. Книга. А потом, конечно, я еще вела интернатуру. С каждым годом, конечно, все улучшалось. Мы часто ездили в Тишинев. Там повышали квалификацию, а в самой Рыбнице готовили кадры для всей Молдавии. Десятки молодых интернов. Мы все свою работу обожали. Мы то, что просто любили, обожали. Мы находили, даже несмотря на ту зарплату, энтузиазм был. Так на энтузиазме в Рыбнице открыли и отделение анестезиологии и реанимации. Это было в 67-м. Небольшая палата на три койки. Были аппаратуры, но очень примитивные аппараты УНО, ручные. И мы иногда оперировали хирурги по 6 часов. Мы дышали руками, нажимая на емкость, в которой поступал кислород. До 67-го специалистов в Рыбнице не было. Тогда на всю Молдавию всего три анестезиолога. И те в Кишиневе. Операции взрослым и детям проводили под местным наркозом. Потом в Рыбницу приехала Лидия Замыслаева. Она и открывала первое отделение анестезиологии и реанимации. Ей, педиатру по образованию, пришлось перепрофилироваться. В Рыбницкой больнице проработала 53 года. Рыбницкая больница сегодня. Это 16 отделений и 430 мест для пациентов. В год принимаем порядка 12-13 тысяч пациентов. Бывает принимаем не только с районов Приднестровья, но также из Молдовы, из Украины. Никому не отказываем. Это родильное отделение. Илья Вадимовна. Рост 55 см. Вес 3750. Третья девочка родилась здесь. То есть это третья ваша? Третья девочка. За прошлый год было до 300 родов. В нашей республике действует трехуровневая система оказания акушерско-гинекологической помощи. Мы являемся первым уровнем по оказанию этой помощи. Основная масса пациенток с экстрогенитальной патологией, с другими показаниями, едет на родоразрешение в учреждения республики 2-3 уровня. За вчерашний день у нас было двое родов, была одна транспортировка на Тирасполь. Позавчера у нас тоже были роды, транспортировка на Тирасполь. На сегодня вот тоже поступила пациентка. Вот час назад мы рожали. Мило 10 лет назад, закончились люди. Пришли нормально. Малыша назвала Богдан. Это первый роженый? Нет, третий. Кто у вас еще? Два мальчика. Врачи здесь обожают свою работу вот за что. За ощущение счастья, которое испытывает и пациентка, и мы. Когда ты слышишь первый крик, радуются все. И акушер-гинекологи, и ненатологи, и весь персонал, который работает в рецале. При районной больнице детская поликлиника. Рядом детское отделение. Давай, ложись, я уже пустую поглажу. Сейчас здесь несколько пациентов, малыши и подростки. У меня крапивница, это типа аллергия, и меня высыпают, и все. Поэтому положили в больницу. Какой ты день здесь уже? Я третий. Когда на выписку? Сегодня. Все новое. Ремонт сделали в прошлом году за счет капвложений. А в отделениях хирургии погром, ремонт впервые за полвека. Вывезли старую мебель, больных распределили по другим отделениям. Полы, правдившие, иномум, стали, порваты, панели, вот что делается. Ох, посыпятся. Открывается? Ну, открывается. Мы их так слетили чуть-чуть. И они как бы открываются. Ну, зиму уходить, это кошмар. Отделение включили в программу фонда капвложений. Оборудование, аппаратура, кое-что, конечно, в оперблоке уже современное более. Тут вопросов нет. Это все когда-то поменяли. Ну, когда-то, последние годы. Хирургия, это должно быть стерильно. Ну, это должно быть чисто, конечно. Это должно быть гигиенически правильно, конечно. Есть нормы санитарные, которые должны выдерживаться. И по обработке, и по материалам, из которых выполнены, скажем, тот же ремонт. На третьем этаже почти закончили делать электропроводку. На втором демонтировали пол. Снимают старую штукатурку и плитку. Заменят окна и отопление. Будет новая сантехника. Раньше на все отделение был один туалет. Сейчас все изменится. Душевые отсутствовали, поэтому будут добавиться в палатах, добавятся душевые комнаты. Там будет унитаз, умывальник и сама душу палата. То есть у нас на третьем этаже в гнойной хирургии добавятся четыре санузла. А на втором этаже их шесть будет. Мы планируем и новую мебель, и стены будут выкрашены в светлые тона у нас. Плитка, ламинат, линолеум по палатам. В принципе, все в условиях современного мира. Пока идет ремонт, доктора продолжают работать. Хирург Сергей Скурту в Рыбницкой больнице уже 25 лет. Отец, он открывал отделение гнойной хирургии в свое время. Я уже после окончания института, как бы больше, тянуло меня в другую хирургию. И вот я в итоге стал заведующим первым в хирургическом отделении. Мама у меня стоматолог. Супруга у меня врач-газплеантеролог. Операционная. Есть эндоскопическая стойка для лапароскопии. Несколько проколов. Минимум травматизма для пациента. Быстрое восстановление. Делают в Рыбнице и современные лазерные операции. Специальным аппаратом удаляют варикоз. Малоинвазивная хирургия или хирургия одного дня. То есть то, что позволяет людям выписаться в первые сутки лечения. В год проводится порядка 80 операций на венах. Есть при ЦРБ и свой центр крови. Он работает с 1970-го. Еще один такой центр только в Тирасполе. Доноров у нас на сегодняшний день. Ну вот мы берем за прошлый год мы взяли 1370. А здесь у нас запасы эритроциальной массы. То есть красная кровь. Все группы. Первая, вторая, третья, четвертая. И резус положительный, резус отрицательный. Все группы у нас есть. И всегда мы готовы выдать. Отделение гемодиализа. Его открыли в 2012-м. Здесь 40 пациентов. Им очищают кровь аппаратом искусственная почка. Это позволяет продлить жизнь для таких больных. Это заместительная почечная терапия, без которой просто-напросто пациент погибнет. Кровь из пациента поступает по системе к гемодиализатору. Вредные вещества выводятся через гемодиализатор. И уже очищенная кровь через венозную систему магистральный попадает обратно к пациенту. Очищенная. Все за счет государства. В отделение приезжают из трех районов. Рыбницкого, Каменского и Дубосарского. До 2012-го приходилось кататься на процедуры в Тирасполь. Николай Диденко из Дубосар. На диализе уже полтора года. Приезжаю во вторник, в четверг и в субботу. Вот так мне назначили. Приезжаю через день, потому что почки не работают. Процедура занимает 4 часа. А эта станция скорой тоже при больнице. Пациентов возят на новых машинах. Их 4. Есть проблема со специалистами. Всего 5 фельдшеров и 2 врача. Около 30-35 вызовов в сутки. Во время ковида было, конечно, гораздо больше. До 150 вызовов. Круглосуточно работали. Больница амбицизовала многих сотрудников в помощь, скорой помощи. Весна 2020-го. В Приднестровье ковид. Первые больные в городах открывают госпитали. Началось это очень быстро, резко. Все это надо было активно открывать отделение, так как количество больных увеличилось с каждым днем. Надо изолировать сразу пациента. Наш госпиталь лечил пациентов из Рыбницкого района, Дубосарского, Каменского, Григориопольского временами. Также приезжали были из России, из Европы, из Белоруссии. Попадались разные пациенты. С ковидом боролись все. Окулисты, хирурги и кардиологи стали инфекционистами. Защитные костюмы, маски, перчатки. Эти кадры мы снимали в Рыбнице в августе 2021-го. Жарко, тяжело. Бывает, когда у нас очень много пациентов, мы здесь вообще, ну сколько вот времени мы работаем в зоне, очень тяжело. Мы минуты не приседаем. Я приехала к дочери. Откуда? Из Беларуси, Могилева. Вот, и здесь заболела. Попала сюда. Вышла с декрета и сразу сюда, в госпиталь. Дома маленькие детки. Пришла тоже помогать на помощь нашим медработникам. Ну все, вы на выписку домой? Да, да, да. Спасибо большое медицинским работникам за вашу душу. Спасибо, до свидания. Так врачи работали несколько лет. Я там работала врачом-пульмонологом. Когда спасаешь человека, всегда эмоции только хорошие. И естественно, что эта работа помогла нам, наверное, поверить в чудеса. В марте 21-го Вера Бурлака с мужем заболели короной. Попали в госпиталь. У пенсионерки на КТ 95% поражения легких. У супруга 60. 14 дней я была в реанимации. Конечно, медики постарались очень, чтобы меня вытянуть. Потому что на аппарате ИВЛ мне было очень тяжело. Если бы мне сказали, что так можно заболеть ковидом, я бы тоже, наверное, не поверила. Пока я сама не столкнулась с этим. Я думала, вот как грипп, оно протекает. Слышала, что есть осложнения, люди там умирают. Но что так тяжело можно переболеть, это я испытала на себе. Чтобы выявить ковид, в Рыбнице открыли ПЦР-лабораторию. В мае 2020-го провели нулевой тест и начали делать анализы. В то время было 200 анализов в день. Работало две смены врачей. На сегодняшний день мы выявляем, продолжаем выявлять коронавирусную инфекцию. Если сравнить, как было раньше, то сейчас у нас в неделю проходит где-то примерно 50 исследований. Выявляемость также есть. Примерно 15-20 человек в неделю. Да и ковид поменялся. Тяжелых случаев практически нет. Болезнь протекает, как обычная ОРВИ, пациенты на амбулаторном лечении. Что касается ПЦР-лаборатории, она продолжает работать. Теперь здесь делают анализы не только на ковид. Мы проводим исследования микоплазмы, уреоплазмы, гонореи. Этот вид исследования позволяет на 99% выявить у женщин заболеваемость. Рыбницкая поликлиника тоже подразделение больницы. Наша поликлиника обслуживает жителей города Рыбница и Рыбницкого района. Оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь. Рассчитано и посещают в сутки полторы тысячи человек. Очередь к окулисту. Врача здесь не было три года. С 1 сентября прием ведет молодой специалист Мария Пащенко. Только окончила медфакт ПГУ. Люди хотят провериться и очень много пациентов приходит. Бывает 15 человек, бывает когда 17 человек. И плюс еще с травмой, там, острой болью приходят. К Рыбницкой ЦРБ относятся еще ФАПы и амбулатории. Их всего 30. Медпомощь в селах района. Только на двух села у нас, к сожалению, на сегодняшний день нету врача. Но помощь оказывается фельдшерами. Ремонты у нас, ну, ремонт села Васильевка. Это село Мокро. Это Владимировка, где никогда не было у нас. И установлен модульный ФАП. И там 30 человек, 34. Но и для них тоже уже есть условия. Село Владимировка. Модульный ФАП его открыли в прошлом году. Поле оказывает помощь. Спасибо. Спасибо. Вдруг что с человеком, ей куда обратитесь. Это очень хорошо. Раньше приходилось ездить в поликлинику в город. А это больше 20 километров. Теперь за медпомощью все местные ходят в ФАП. Он в центре села. Здесь и давление померяют, и уколы сделают. Записываем до специалистов их. Идут на проверку, плановые осмотры. Если вдруг меня нет, и вечернее время суток, вызывают скорую помощь. Скорая не отказывает никому. Приезжают, надо госпитализировать. Бывает, что оказывают помощь на дому. Есть в Рыбнице большие династии врачей. Три поколения в семье Коблас. Невролог, четыре рентгенолога, терапевт и психиатр. Не упадете, сколько мне лет? Мне 83 года. Лидия Коблас – невролог в профессии 60 лет. С детства я хотела уже стать врачом и помогать чем-то облегчить страдания этих людей. В неврологии самые тяжелые больные – парализованные с инсультами. Больных везут, ты уже не можешь оставить. Как ты будешь? Пойдешь домой, ты спать не будешь. Что-то видел и не оказал помощи. Так что иногда приходим в 7 утра, в 7 вечера уходим. Вот так. Но я не представляю без работы. Муж Лидии Коблас был психиатром. В медицину пошел и сын Виктор. Он рентгенолог, а в душе художник. В кабинете рядом с черно-белыми снимками висят нарисованные им картины. Рентгенология, она сочетает в себе какой-то элемент творчества. Потому что тут надо не только обладать знаниями, но и как бы суметь найти патологию. Сын Виктора, Алексей Коблас, врач в третьем поколении. Тоже рентгенолог. Сначала работал в России. Два года назад вернулся в Рыбнинскую больницу. В детстве, да, брали меня на работу, но я в основном рисовал. Но перед глазами всегда мелькали и снимки, и медицинские какие-то документы, книжки. Тут хорошо, потому что все свои, близкие. И в России просто была возможность получить дополнительное образование. И, собственно, что я и сделал. А для работы, получения опыта, тут на самом деле все есть. В рентгенологах внучка и невестка. Это семья второго сына Лидии Коблас. Они работают в России. Вторая невестка – терапевт в Рыбнице. Когда собирается вся семья, получается настоящий консилиум. От десяти коек в небольшом доме до районной больницы с поликлиниками, фапами и амбулаториями уже век в Рыбницкой больнице помогают людям. В честь векового юбилея много поздравлений для врачей и медсестер районной больницы. В том числе и от председателя правительства Александра Розенберга. Праздник был в Рыбницком дворце культуры. В фойе развернули историческую выставку. К юбилею награды их вручили рыбницким врачам и медсестрам. Мария Легось работает в больнице 54 года. Она медсестра в хирургии. Получила орден. Еще подарок – ремонт в родном отделении. Благодаря правительству, президенту, я думаю, что ремонт закончат. И мы будем очень хорошо и работать, и больным будет приятно там лежать, лечиться. Лежат и с онкозаболеваниями, и все, все, все. И после обсложнений, после операции, и с ожогами, и многих больниц, которые нуждаются в нашей помощи. И когда видишь, что человек страдает, невозможно посмотреть на это. И поэтому работаем. Орден получила и Зинаида Карлюга. Она работает в отделении переливания крови. Наша служба крови всегда была на высшем уровне. Мы занимали и места первые, много благодарностей получали. Выполняли всегда план по забору крови. Люди сдавали кровь больным. Они ходили на прямые переливания. Они хотели только, чтобы наша служба вместе с ними шла. Праздник врачи в нарядных платьях и костюмах. Поздравления от председателя правительства и министра здравоохранения. В первую очередь обращается внимание на условия работы врачей. А если будут условия врачей, то тогда будут условия им пациентов. В этом году, в принципе, вот частично начали реализовывать самое главное, по моему мнению, самую главную задачу – это обеспечение достойной оплаты труда. Принято решение о том, чтобы в целом всю систему здравоохранения перевести на тот же принцип оплаты труда, как республиканская клиническая больница, но уже исходя, естественно, из уровней. То есть первый уровень – одно, второй и третий уровень – там, где высокотехнологичная помощь. Уважаемые сотрудники Рыбницкой больницы, на вас лежит большая ответственность. Вы сохраняете, спасаете жизни людей. Жизни людей Рыбницы и Рыбницкого района. И я хочу поблагодарить вас за ваш труд, за вашу самоотдачу, отверженность. И хочу обратиться к ветеранам. Спасибо вам огромное за ваш опыт, вашу мудрость, наставничество, за то, что сегодня в зале есть молодые врачи, которые продолжают традиции вашей больницы. С вековым юбилеем рыбницких врачей и медсестер поздравила группа «Доредес» после концерта снова на работу к своим любимым пациентам. Юбилей отметили, теперь снова на работу к своим пациентам спасать и лечить. С вами была программа «Здравствуйте». Мы есть на сайте Перо Приднестровского в социальных сетях и Ютюбе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова